Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Качество школьного образования. Один из наиболее болезненных вопросов уже, собственно говоря, давно. Споры идут в обществе. Хорошо учат наши школы, плохо учат наши школы. Кто-то говорит, да всё нормально, кто-то говорит, да нет. Многие известные люди высказываются на эту тему, причём в том числе вспоминают даже советское время. Сейчас как принято говорить, что советское школьное образование было очень хорошим. А есть очень известные люди, журналисты, которые говорят, что, дескать, ему в советское время очень не нравилось, и у них плохие воспоминания сплошные об этом. Собственно говоря, об этом мы сегодня поговорим. Действительно, как сейчас учат в школе, и действительно ли так всё плохо, или наоборот всё хорошо, просто времена изменились. Хочу представить гостей нашей студии. Это Борис Ильич Ольшанский, заслуженный учитель Российской Федерации. Добрый день! И Екатерина Христенко, наш же постоянный гость, можно сказать, учитель биологии школы номер 46 областного центра, а ещё финалист всероссийского этапа конкурса «Учитель года России-2021». Спасибо, здравствуйте! Добрый день! А вы можете нам звонить по телефону 3190, высказывать ваше мнение, задавать вопросы. Нам очень интересно услышать ваше мнение, дорогие телезрители, что вы думаете о качестве школьного образования. А может кто-то нас слушает и смотрит, кто в школе учится. Поэтому звоните, высказывайте ваше мнение у ученика, это тоже очень интересно. 300-190. Ну что ж, Борис Ильич, начнём, наверное, с вас. Давайте в прошлое вернёмся. Вот советское образование, вот каким оно, на ваш взгляд, всё-таки было? Потому что сейчас я лично сталкиваюсь с тем, что по большей части говорят, эх, вот раньше, не то, что сейчас. Ну, что я хочу сказать по этому поводу? Вообще-то, всё это такое плавающее. Раньше было тоже хорошие вещи, которые были в образовании. Детей готовили, неплохо готовили, кстати. И причём всё это было дело, готовились без всяких плат. Бесплатно. Люди, учителясь, сидели с учениками и готовили их высшие учебные заведения. По своей собственной инициативе. После уроков могли оставить ведь? После уроков могли оставить и сказать, вот ты сейчас не понял, я давай тебе расскажу. Ты будешь... Ты понял, как надо вести уроки? У нас было просто жёстче. Так, всё, остаёшься после уроков сегодня. И это вообще не обсуждалось просто. Вот, поэтому говорить о том, что вот сейчас плохо, а там хорошо было, это неправильно. Не стоит идеализировать прошлое, да? Неправильная постановка вопроса, да. Какие-то вещи были очень хорошие. Какие-то вещи были очень плохие. А что было хорошее? Вот для примера. Хорошее, например, было то, что ученики могли участвовать в различных олимпиадах тогда. В городских, областных, всероссийских, всесоюзных. И на основании тех олимпиад они поступали в самые престижные вузы России. В Советском Союзе тогда? Да, в Советском Союзе, да. Совершенно верно. А негативные моменты какие-нибудь? Негативные моменты? А негативные моменты? Ну, после четвертого класса некоторых учеников просто выгоняли из школы. После четвертого? После четвертого класса, да. А куда же выгоняли? Выгоняли, все, ты не подходишь дальше, ты не имеешь права учиться. У нас такого не было в Советское время. Было такое, да. Было в Советское время такое. И ученик шел там, кто там работал дворником, кто там еще кем-то работали. А чем он занимался? Четвертый класс, это 11 лет человек. 11 лет. Вот отсюда, с этого момента он начинал работать где-то. Либо с отцом работал. Среднего возраста? А? Да, да, да. Какие-то ужасные времена. Это ужасные времена. Это ужасное, например, я читаю время. Но я не знаю. Не слышал просто никогда такого, честно. Да, не раз не слышали. Ну, я понимаю, после 9-го работали в ПТУ. Нет, я знала, что в Советское время были ситуации, когда сами уходили. То есть, например, у меня в семье тоже такое было, что во время войны просто не у всех была возможность ходить в школу. Кто-то не хватал одежды, чтобы зимой идти в школу. Война, это понятно все. Да, после военное время я не слышал. Но я в 1951 году пошел в школу, в 1951 году, и со мной учились ребята, ну, кто хотел учиться, кто не хотел вообще, в школу не приходил порой там. Их просто-напросто после 4-го класса сдали, сдавали справку, что закончил 4 класса. И угоняли. Вот оно бесплатное школьное образование советское, которое идеализируют, это же незаконно. Ну, вот это отрицательное положение, черты. Ужас. Теперь хорошие черты. Значит, учителя обязаны были заниматься с учениками дополнительно. Если он что-то не понимает, там, или что-то, еще какие-то проблемы у него есть, он дополнительно остается. После уроков ему рассказывают, показывают. Ты понял? Понял, да. Все, теперь вы можете идти дальше. Поэтому это, я считаю, положительный эффект. И, конечно, то, что поступали в престижные вузы, без всяких репетиторов, это многого стоит. Без всяких ЕГЭ. Без всяких ЕГЭ. Ну, и там были контрольные работы, экзамен был. Не, все было. Ну, просто когда сейчас мы к ЕГЭ вернемся еще, просто когда сейчас любят говорить, что, дескать, это все получили равные права, теперь любой может поступить в МГУ. Ну, знаете, ну и в мое время, кто хотел, те поступали в столичные вузы. Я не помню историю, чтобы кто-то сказал, эх, я не поступил, потому что я закончил Тверскую школу. Да нет, ты не поступил, просто ты не поступил. Все, кто хотели в самый престижный, пожалуйста, шли в Москву, ехали в Петербург и поступали. Ну, в самый престижный, конечно, трудно было поступить. Ну, на то и престижный, это нормально, что не сложно поступить. Это правильно, на самом деле. Да, но вот дети, я говорю, с которыми занимались, которые хотели заниматься, они добивали в школе хороших результатов и на основании хороших результатов сдавали, хорошо сдавали. Раньше экзамены сдавали в институтах. Не в школе, а в институтах. Естественно. Сначала школьные экзамены вы после сдаёшь. А потом в институте сдают экзамены, дают экзамены. Какие там, ну, если гуманитарные, там гуманитарные дисциплины. Угу, все у нас сейчас. Ну вот это я считаю очень положительная сторона вопроса, что дети могли, ну не все были обеспечены дети, вообще 50-е годы это вообще было после разрухи, это были тяжелые времена, очень тяжелые времена. И поэтому нигде даже родители не могли одеть ребенка в школу, просили там помощи, где-то там им давали какую-то помощь или там приносили брюки какие-нибудь, еще что-то такое. И вот они, дети шли в школу, учились. Это было потрясающе плохо. Но сейчас, мне кажется, стало еще хуже. По какой причине стал хуже? Ну тут много причин. Во-первых, заработная плата низкая в учреждении школы. Низкая. Я не знаю сейчас сколько там, но где-то... Низкая, все так же? Где-то там 20 тысяч, да, наверное. Хороший вопрос на самом деле. Я и соглашусь, и не соглашусь с вашим утверждением, потому что у меня позиция такая. Если ты работаешь, ты можешь зарабатывать в любой сфере. И я сейчас не говорю про репетиторство, да? Нет. Можно и в школе зарабатывать. Сколько? Если работать. Ну, Екатерина, ну все-таки в школе можно. Сколько получает молодой педагог, вот только человек? Только пришел. Ну, конечно, мало. Ну, сколько? Ну, это же не секрет, у вас же не коммерческое учреждение. Ну, да. Симователи, зрителям, налогоплательщикам интересы знать. Ну, буду говорить о себе тогда, да. Ну, где-то 15-20 тысяч. После окончания университета, да, приходя в школу, примерно такая сумма и была. Ну, вы понимаете, какая это сумма, да? Ну, это, конечно, мало, да. Так вот, я хочу по этому поводу сказать. Поэтому многие уходят. Ну, как жить? Родители есть. Да, вот. Обычно семья помогает. Кто-то замуж, женат, кто-то кого-то. Семья там, где-то помощь. И замуж сейчас... Главное, первый год пережить, потом вече. И вот, значит, отсюда идут следствия. Текучка кадров. Текучка кадров. Ну, я просто, я знаю, не на полноциджике, я знаю конкретно. Учительница первого класса преподает математику в 11 классе. Скажите, это не нонсенс? Чего она может научить в 11 классе, где там такие зверские задания по ЕГЭ? Борис Ильич, у нас сейчас зверское задание от моих коллег. Выпустите рекламу, а что бы то ни стало, мы примирались буквально на 3 минуты. Потом продолжим. Сегодня мы говорим о качестве школьного образования. Мы снова в прямом эфире. Программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о качестве школьного образования. Как вот до рекламы, мы, собственно, да не выяснили. Давно известно, что все-таки на качество образования влияет и уровень зарплаты. И педагога, вот Екатерина, как раз действующий педагог, сказала, что, с одной стороны, благодаря дополнительной нагрузкам можно зарабатывать, да, но, с другой стороны, выпускник все равно, вот, пединститута, педагогичного факультета, он, при всем желании, не будет зарабатывать достаточно. Ну, вряд ли можно рассчитывать сразу на очень большой уровень зарплат. Вообще, в принципе, в любой сфере для молодого специалиста. Во-первых, нигде не ждут без опыта работы. А во-вторых, никто не готов дать высокий уровень зарплат. Человеку без этого опыта, да, то есть, ну, со временем, конечно, становится полегче. Но первый год в любой сфере, не только в педагогике. Ну, а через какое время вот молодой педагог может уже начать, ну, при условии, что он старательно относится к делу и так далее, через какое время он может начать, ну, что-то... Ну, года два. То есть, там уже можно пойти категорию заработать. Там уже появляются первые олимпиадники, дети там более одаренные, с которыми ты работаешь. И, соответственно, благодаря этому какая-то бонусная система добавляется. И все-таки есть заметные сдвиги. Через пару лет уже точно. Но два года первые... Это сейчас такая ситуация, да? Да, да. Ну, и про себя говорю. Раньше такого не было. А как было? А не было. Человек работал и работал. И не важно, есть ли у него олимпиадники или... Ну, там, олимпиадники. У нас ездили дети на Всероссийские, Всесоюзные Олимпиады. Не сейчас ездят. Вот. И от этого учителя ни копейки не получали. Вообще ни копейки. Может быть, это и минус? Это минус, Борис Ильич? Ну, я не знаю, минус это или плюс. Сейчас идет поддержка учителей, которые... Ну, а сколько учителя получала вот в 70-х, 80-х годах? В 70-х, да? Ну, к примеру. Ну, я могу сказать, сколько получали. Примерно 60 тысяч. 60 рублей. Ну, это же, мягко говоря... Это средняя очень. Это не средняя. Это было... Ну, как считается, средняя зарплата советского инженера 200 рублей. А, понимаете, ну, военные получали больше и так далее. А 60 рублей это... Ну, даже цены 70-х годов, они были поменьше немного, чем в 50-х. Но все равно это, мягко говоря, немного. Я могу сказать, когда я пришел работать в интернат, вот после института, я пришел работать в интернат. Моя зарплата была 65 рублей. Ну, это немного. Директор, ну, директор умная женщина была, она понимала, что это такое для мужика 60 рублей. Вот, и сейчас такое для мужика 20 тысяч. Борис Ильич, я вам даю справку, что вы можете работать по совместительству. Раньше это было... Если ты без справки этой, ты не можешь устроиться по совместительству на другую работу. Ну, либо в другую школу, условно говоря. Ну, либо в другую школу, либо, допустим, я работал по техническому институте на подводительных курсах. Я работал там еще где-то, там, только имея документ о том, что у тебя есть разрешение на дополнительную работу. Екатерина, сейчас вот... Я не слышала о том, что нужно брать какие-то справки. Ну, может, педагог биологию преподавать в другой школе? Может, по совместительству, да. То есть, не на полную ставку, но, например, там, еще сколько-то часов можно взять. Просто ставку вряд ли сам человек потянет, который будет здесь работать на полную ставку, еще где-то брать ставку. Ну, такое практикуется у твоих коллег? Нет, практикуется, конечно, многие коллеги работают в двух школах. То есть, в одной на основном месте работают, в второй, соответственно, по совместительству. Ну, я не знаю, я, например, работал так, у меня было либо 30 часов нагрузка. Ну, это много, конечно. Много, это много, совершенно верно. По 6 часов почти каждый день. 6 уроков, считай. То есть, когда подготовка к урокам, я считаю, когда слишком много часов? Ну, когда уже специалисты, у тебя уроки, так сказать, идут по маслам. Ну, не знаю, все равно надо готовиться. Каждый год дети разные. Ну, разные, конечно. Соответственно, уроки должны быть разные. Даже в одной параллели, в каждую класс, тогда она по-разному подготовка. Естественно, есть. А как-то по-разному. Прикладываешь, один и тот же предмет. Устройство фузорит туфельки. Устройство. К примеру. Пусть будет инфузор. К примеру. Вот. А как по-разному-то? И к тому же, Б-класс скажет, а нам по-другому рассказывали. Нет, это не значит, что я должна разные вещи рассказывать. Просто в каком-то классе нужно, например, дать больше детям свободы. То есть, им нравится самим познавать, да, что-то, ну, находить новое и изучать. Им интересно слушать. В другом классе, наоборот, дети более скромные, но любят очень слушать слово учителя, да, им нравится, когда учитель вдохновлен и рассказывает. В третьем классе, например, они больше по практике, да, то есть они с практической точки зрения изучают. То есть бывает такое, что в одной параллели... Интересно формируются, есть таких критериев? Не то, чтобы как-то формировались специально. Тоже, когда пришла в школу, очень поразилось, что есть в параллели классы, которые каждое слово ловят, а в другой класс придешь, им вообще неинтересно. То есть, ну, я не понимала, почему в одной параллели такое может быть. Но это интересно, на самом деле, да. Но специально никто этого не делает. То есть не формируют класс по какому-то там, каким-то признакам. Просто детей набирают в классы, и все. Ну, это зависит от учителя, я считаю. Может быть, да, да, там, там... От учителя зависит. Если учителя... Значит, ну как, я, например, математик, как я могу сказать, решайте вот эти примеры, если они в глаза не видели. Нет, это... Значит, я им рассказал, показал, как решать. Я говорю, ну, иди, Вася, реши этот пример. Вася решил. Я говорю, молодец, Вася. Петя выходит, опять не понял, он не понял, как еще решать. Я ему опять объяснил. И так далее, и тому подобное. Вот все время надо объяснять, показывать, рассказывать, рассказывать, показывать. Это понятное дело. Можно я, да, вставлю реплик? Да. Нужно, Екатерина, у нас диалог. Дело в том, что главное, на мой взгляд, отличие вашего времени от нашего – это количество часов. Например, даже той же биологии, насколько я знаю, за последние 15 лет количество часов сильно сократилось. У меня пятый, шестой класс – это один час в неделю. Потом седьмой, девятый – два часа в неделю. Потом десятый, одиннадцатый – опять один час в неделю. Я за один час должна рассказать, вот, например, в одиннадцатом классе, все теории эволюции, которые в школьной биологии проходятся. Соответственно, предпосылки к теории эволюции Дарвина, про саму теорию эволюции Дарвина и про синтетическую теорию эволюции, которая современной считается. И все это за 40 минут. Так представьте, если я буду каждому Васе, Коле, Пете по очереди объяснять все эти теории эволюции, никаких времени просто не хватает. Поэтому приходится работать вообще в принципе сейчас по-другому. Тем более современные течения, так скажем, в ГОСТ, второго поколения и тому подобное, они говорят о том, что дети должны стремиться к самопознанию. Они должны стремиться сами что-то изучать, а не учитель должен быть центром их вселенной. То есть они должны быть центром нашей вселенной, а мы крутиться вокруг них, как Земля вокруг Солнца, а не они вокруг нас. То есть сейчас по-другому идет в принципе сверху, да, как бы позиция. А снизу-то поддерживают дети? Дети? Потому что они реально так себя ведут? Или наверху сказали, дети должны, а дети нет? У детей главная позиция такая, чтобы учитель был интересный и понятный. А как он будет вести урок? А если неинтересный? Ну если неинтересный, ну... Не буду учить зоологию? Почему? Ну, кстати, бывает и такое, я с таким не сталкиваюсь, потому что я все-таки стараюсь быть интересной. Ну это жизнь, вот согласитесь ведь, всегда педагогический корпус состоял из талантливых педагогов, из обычных, и из тех, которые откровенно тяготятся своей работой. Просто ходят. Это так было всегда, мы лично это воспринимали нормально, ну, мы понимали, что это жизнь. И что да, есть учители, которые вот классно рассказывают, которые действительно ходят по классу, прямо тебе в глаза заглядят, а есть, которые просто ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты там. Сейчас поколение детей другое. Поколение детей другое. Теперь дети знают, что... Ну, знают свои, во-первых, права, в первую очередь. Хорошо. Уже там с первого класса все знают свои права, статьи, номера начинают диктовать, если их что-то не устраивает. Во-вторых, они понимают, что образование изменилось, и учитель должен заинтересовать. Мы — мотивация. Да, вот эта мотивация из каждого утюга звучит все время, что мы детей недостаточно мотивируем, поэтому качество образования снижается или низкое, или недостаточное, или там какое-то разное. И поэтому они считают, дети, многие, я не говорю сейчас за всех, но многие считают, что это я должна его заинтересовать, а не он должен быть по умолчанию заинтересованным. Васильевич, вы согласны с таким посылом, что приходит первоклашка, во-первых, права свои знает, а во-вторых, ты, товарищ педагог, мне должен. А неинтересно, все-то ты меня не заинтересовал, поэтому я... Не дети, конечно. Это не позиция самих детей, я думаю, вы понимаете, что это позиция... Я, конечно, не совсем согласен с этой постановкой вопроса. Хорошо, что друг другу не согласны, но у нас здесь это недавно, как-то байский хвалит друг друга. Как бы, какой бы ребенок ни был, талантливый, неталантливый, там, хотел познать или не хотел познать, если он никогда не видел, никогда не знает такую-то проблему, ему надо показать, рассказать и внушить ему, что это обязанность знать, чтобы получить какой-то дальнейший результат. Ну да. Вот все. А что значит хочу, не хочу? Давайте назвать вещи с именами. Дети, в принципе, в мастерской школе не хотят идти. Это я прекрасно помню. Я могу сказать, что таких вещей, которые мне говорили, а я не хочу. Я говорю, что ты сказал? Что ты такое не хочешь? Как ты? Я говорю, ты не хочешь. Я говорю, к следующему уроку вы должны сделать 15 примеров. Ну, я к примеру так говорю. Ну, условно говоря. Мальчик поднимает руку. Я говорю, вы хотели меня что-то спросить? Он говорит, да. Борис Ильич, а это немного для домашней работы. А вы ему 20 даете? Я говорю, я еще раз повторяю, к следующему уроку должны сделать 15 примеров, а Вася сделать 30. Больше Вася уже не говорил ни о чем. Ну, времена меняются. Я не знаю. Екатерина, а времена меняются или мы сами поменяли и, соответственно, ну, не знаю, дети, что называют, образили? Ну, почему дети? Нет, дети прекрасные. Всегда были. То есть, я прекрасно помню свой класс. Я знаю, какие там были минусы, какие были плюсы. Я вижу, какие дети сейчас. И дети сейчас, мне кажется, местами даже лучше, чем были мы. Я ребенок 90-х, вы понимаете, чем это, да? Чревато дети 90-х. Современные дети более воспитанные, более заинтересованные по умолчанию. При этом они цитируют Уголовный кодекс. Но при этом, да, они более как-то радеют за свои права, потому что в семье идет направление работы о том, что у ребенка есть права. Почему ребенок должен молчать? Он не должен скрывать, если что-то его не устраивает. То есть, сейчас вообще идет воспитание детей на то, что ребенок имеет право высказываться и должен этим правом пользоваться. И он не может, ну, как бы бывает, конечно, ситуация, когда я тоже говорю, что вот вам задание, не устраивает, я сейчас побольше, да? Такое тоже бывает. Но, в принципе, есть определенные, так скажем теперь, критерии оценивания, критерии подачи домашнего задания. То есть, и если учитель будет слишком давить, то это может вылиться учителю же в минус, понимаете? Когда кто-нибудь придет и скажет, а по какому принципу вы задаете такую большую домашнюю работу? Она не соизмерима с шестым, седьмым, восьмым, девятым, десятым, одиннадцатым классом, да? Это кто так может сказать? Я не понимаю, родители? Родители могут так сказать, да. А родители, вы педагоги, откуда вы знаете, что с измерима, что нет? Ну, представляете, на завод придет родитель, кто-то говорит, что вы неправильно болванки точите. Приходится постоянно с оглядкой на то, как на это посмотрят родители или кто-нибудь еще постоянно. То есть, у меня вот все очень по полочкам. Необъективно, как правило. У них всегда их ребенок самый умный, хороший, классный, а это его учители запротесняют. Просто раньше родители в школу приходили, чтобы выслушать точку зрения учителя, а теперь приходят, чтобы учитель рассказал, почему его точка зрения отличается от точки зрения его ребенка. То есть, нужно еще доказать, что ребенок неправ. Но при этом, почему-то я слышу от родителей очень часто жалобы на учителей, когда как раз, наоборот, слушают их родителей, и как будто они такие прям покорные и боязливые, когда учители говорят, я это не должна, я должны выдвыдать. Неправда. Нет, я говорю, то, что я слышу. Вот, и когда родители мне сами все жалуют, что они с детьми проводят потом уроками весь вечер и так далее, то есть, по сути, они заново учатся в школе, что сейчас вот жалобы на школу. Я это от многих слышу. Вот, у меня просто сын пока еще в школу не ходит, но посмотрим, что будет. Но я это от очень разных людей, между собой незнакомых, слышу вот это, что, да я с ним только уроки и делаю, это у меня никакой жизни вечером, я школил, заново прохожу. По поводу делаю уроки с своими детьми. Вот это меня всегда поражает, потому что я не понимаю, зачем родители делают за своих детей. Мне тоже, со мной делали только, если у меня за тык был. Это вообще непонятно. У меня никогда такого не было в семье, никогда это не видела среди моих друзей, одноклассников, знакомых, и поэтому вот эти течения современные, когда дети дома не работают, родители за них пишут, даже, они, представляете, пишут за них своим почерком. Это нонсенс. Да, это нонсенс, да, мы говорим про качество образования. Так если дети дома не повторяют и не выполняют самостоятельно домашнее задание, у них же знания, так скажем, по полочкам не раскладываются, они становятся разрозненные, и потом они теряются и забываются. Домашнее задание, оно направлено на повторение и закрепление материала. А почему это делают, Екатерина? Ну, потому что они считают, что ребенок должен после школы отдыхать. А, это опять следствие, может быть, вот этих прав? Да, слишком много домашки задают, а ребенок устает, а то, что ребенок после школы приходит, потом идет на какой-нибудь бокс, потом на рисование, потом еще на музыку, и в итоге в 8 вечера он, естественно, приходит домой уставший и уже ничего не хочет делать. Мама жалеет своего ребенка, мама за него делает домашку. А ребенок, соответственно, приходит без знаний на урок, и вот это все накапливается, накапливается, накапливается. Ну, так получается, что дети нынешние не айс, что называется, раз они без знаний, и за них тем более еще учат. Так вот, я не понимаю, современные школьники, они лучше нас или нет? Нельзя так, мне кажется, мерить. В чем-то лучше, в чем-то нет. Да, это вообще правильно сказано. Просто другие. Вот мне когда спрашивают, какие дети, другие. То есть они где-то более нежные, где-то более ранимые. А с другой стороны, они могут быть жестче, более жестокими. А может, ничего и не поменялось тогда? Просто, ну, вот у меня, я не педагог, вы педагоги, уважаемые. Вы современного времени, в прошлое. У меня вот как раз впечатление, что просто упала дисциплина. Вот эти все слова, ты мне должен объяснить учитель, я не буду. У меня в голову не приходило не выучить уроки. У меня родители были на работе, за мной никакого присмотра не было. Ну, я же понимал, что придет вечером мама или папа скажет, ты выучил? Нет. И они мы таким, главное, посмотрели. А ты чем все это время занимался, дружок, пирожок? То есть, ну, это нормально. А сейчас какой-то упадок дисциплины. Самодисциплины упал. Самодисциплины, да. То есть дети менее самоорганизованные. Им нужно постоянно как бы напоминать, подталкивать. Чья вина, родителей или педагогов? Может быть, совокупность. Может быть, все-таки во время учебы на уроках мы же подталкиваем. И мотивируем, как можем. А дома мы же не можем стоять и приходить домой. Двойки поставишь и... Не мотивируют двойки. Давно уже двойки мотивируют. Вот, Борис Ильич, это упадок дисциплины какой-то. Двойки демотивируют учителя, а не мотивируют детей. Меня интересует такую вещь, что я поставил туда и колы. Конечно. А как же? Сейчас нет такой оценки. Как-то нету. Нету колы. Как? Это такой оценки, говорит, нет. Я говорю, как? Разве у нас отменили пятибальную систему? Да. Она же пятибальная. Это пятый балл. Она давно стала трехбальной. А какой еще балл ушел? Ну, двойки мы, конечно, ставим, но... Но неохотно. Теперь, да, теперь поставить два, это дети понимают, что ты ставишь два себе. Это феерично, это феерично просто. Да. Вот, знаете, в прошлом году, когда конкурс завершился, муниципальный, и я одержала победу, после этого как раз было выставление оценок триместровых. Я выставила там, ну, примерно, ну, наверное, две-три двойки за триместр кому-то поставила. Ну, ничего не делали, не работали, поставила двойки. Мне некоторые люди заявили о том, что ты же учитель года. Как это у тебя дети учатся на два? А эти люди коллеги или родители? Не буду говорить. Но бытует мнение о том, что выставляя оценку два в триместре, мы ставим себе. Дети об этом знают. Они знают, что нам невыгодно ставить себе в триместре два. Это выгодно, невыгодно. И поэтому они перестают иногда вообще работать, понимая, что им все равно три нарисуют. Просто феерично, на самом деле. При том, что, ну, я из своего опыта в школьном, я знаю, ну, дети всегда были рады, всегда были закоренелые двойки, которые, ну, не хотят они учиться, ну, не хотят. И, кстати, не значит, что они становятся потом каким-то преступниками, бандитами, нет. Они потом пошли в ПТУ, достойные люди и так далее. Но учились плохо, вот как ты с ними не бейся. Вот, и то есть, поэтому... Просто теперь немножко другая ситуация, чтобы мы смогли выпустить ребенка с девятого класса, он должен сдать ОГЭ. А ОГЭ, если он к нему не готовится, он не сдаст. Все. Соответственно, он заканчивает школу со справочкой о том, что он девять лет просто сидел в школе. И после этого он не сможет даже поступить в нормальное, ну, училище. Понимаете? В какое? В ПТУ не возьмут? Ну, многие не возьмут. Пойдет работать. Конкурс аттестатов. Ну, Екатерина, не всем же... А аттестат не дают, если конкурс аттестатов при поступлении. А аттестат не выдается. Есть куча профессий, которым не надо учиться. Понимаете, или... Не хочет ребенку открыть все двери. Подожди, дружок, ты сам теперь с собой двери закрываешь, не учишься. Что ж ты хочешь, друг? Надо доказать ребенку, что у него может быть больше дверей, чем он сам себе видит. В Допять, Екатерина, это... Я все-таки, у меня, знаете, позиция розовых очков. Все равно хочу, чтобы каждый ребенок к своей мечте шел. Даже если он не хочет учиться. Даже если у него позиция полного отрицания. Учебы, школы, ненависть там, не знаю, может быть, ненависть через себя на учителей перекладывается. Там разные бывают ситуации. Семейные, семейные. Они были всегда. Да, и всегда это было. Но я все равно считаю, что ребенку нужно дать шанс не просто куда-то пойти после школы, а туда, куда он хочет. Втайне. Может быть, он даже не осознает этого сейчас. Может быть, он через 10 лет поймет, что он хочет быть кем-то по профессии, а он не сможет поступить и выучиться на эту профессию, потому что он просто не получил аттестат даже в школе за среднее образование. Понимаете? Поэтому приходится все равно с детьми, хотят или не хотят, все равно заставлять. Вот они ругаются, ненавидят себя. Но ты же понимаешь, что ты для блага их работаешь. Конечно, конечно, все верно. Но тем не менее, я говорю, всегда были двоечники, пятерочники. Это было нормально всегда. Но аттестат-то давали двоечникам. Аттестат-то давали все равно двоечникам. И со справкой тоже... Ну, со справкой это совсем были исключительные какие-то моменты. Все равно аттестат давали. И шли в вечернюю школу и снова учились. Да, да. Все нормально. Все. Днем он работает. А вечером... А вечером, надеюсь. Весна на Заречной улице. Вперед. Так было всегда это нормально. Просто, ну, вот нет. Вот пока у меня стало впечатление, что упадок дисциплины, бедные учителя боятся двоек, это нонсенс. У нас ставили направо и налево. У меня такое впечатление, что действительно учителя боятся. Боятся. И в итоге, получается, оценки липовые. Он может закрепить троечку, он не удержит. Особенно, если они не профессионалы еще, добавок ко всему, они тем более боятся. А вдруг... Ну, это уже другая проблема, да, современного образования. Это, конечно, ужасный, ужасный педагогический год. Год кадров. Кадровый год. Екатерина, почему? Стали хуже учить на педфаке или что? Нет, просто перестали хотеть учиться. Я вот скажу по себе. Когда мы в университете учились, нам предложили дополнительное второе педагогическое образование. И я согласилась только потому, что оно было бесплатное. Потому что кто захочет платить деньги и учиться по семь-восемь пар в день. То есть мы уходили в восемь утра, в семь вечера мы приходили домой. Естественно, платно я бы на это не согласилась. Теперь отменили бесплатное педагогическое образование. Ну, в ТВГУ, я имею в виду. И последние годы дети... Теперь платно оно там, да? Да. Теперь студенты, которые хотят получить педагогическое образование, должны заплатить сколько-то там тысяч в год. Я не буду цифру назвать, я ее не знаю. Ну, может. Да даже если 10 тысяч в год, уже не хочется платить, чтобы сидеть до вечера. Правда? Поэтому сейчас студенты зачастую отказываются от педагогического образования. Соответственно, если они потом даже и приходят в школу без образования, у них нету многих навыков педагогии. Понимаете? То есть все-таки возрастная психология, да? Ну, понятно, да. Методика преподавания. Предметы очень важные. И приходя в школу, такие молодые специалисты начинают давать лекции детям. А лекции детям давать нельзя, потому что лекции даются в университете, а не в школе. В школе все-таки другой подход. Ну, то есть человек может прекрасно знать географию, но педагогам быть плохим. Да, да, такое тоже возможно. И у нас такое было, и у нас такое было. Да. Ну, хорошо, а ПИТФАК укомплектован в целом? Или недобор? ФИТФАК наверняка не укомплектован. По поводу ПИТФАК сложно сказать. ФИТФАК, физический факультет. Физический, физический всегда был недобор. Мне кажется, раньше, сейчас не знаю, честно. Да, недоборы там были. Раньше были недоборы, сейчас не знаю, не буду ничего говорить, я биофак заканчиваю. Там всегда комплекты. Нет, а потом я хочу сказать, вот когда я окончал наш университет, но он был тогда еще в пединститутах. Теперь-то он. Значит, что нас? Учили педагогики. Тогда это было обязательно. Обязательно учили педагогики. Как учить, как, что делать, каким образом делать. Проходили практику. Если ты в первый раз практику проходишь, там, в начальных классах, в первом, втором, нет, в четвертом, в пятом классе, после проходишь практику уже в старших классах, там, в девятом, десятом, одиннадцатом классе. Это все время была практика. И мы учились, люди учились, как работать надо. Практика есть и сейчас. И поэтому, когда люди приходили в школу, ну, конечно, вот мне, например, лично повезло, неслыханно, я считаю, что это неслыханно повезло, что я попал в интернат, там вообще выдающийся был коллектив, выдающийся коллектив учителей. Ну, директор, конечно, сама выдающийся человек, она была заслуженной учителем России, орден Ленина имела, представляете? И за пять лет, за пять лет работы моей там в интернате, она меня посетила 450 уроков. Как вы думаете это? Каждый, что ли? По 90 уроков в год. Она меня научила работать. Как работать? Вот я там, ну, как у нас было планирование, у вас, наверное, тоже сейчас есть планирование, да? Да, темно. Вот там, допустим, проходит такую тему, столько часов, потом контрольная работа, да, ну, там, или что-то такое еще. Вот. Я прохожу, значит, по этой тематике, которая у меня есть на руках. Там, допустим, пять часов надо по этой теме. Прошел, я говорю, дети, следующий урок контрольная работа. Директор приходит на следующий день и говорит, как написали контрольную работу? Я говорю, 18 двоек. Борис Ильич, вы поставили себе эти двойки. То есть то, о чем мы говорили уже. То есть сейчас то же самое, по сути. Вы поставили себе эти двойки. Надо было еще заниматься, занятие 3-4. И наверняка результат был бы совершенно другой. Вот человек говорил, понимаете, умные слова говорил. Вернемся к количеству часов, к сожалению. Потому что сейчас очень-очень строго с количеством выделенных часов на предметы. Приходится стараться как-то вот... Ну, при этом у меня знакомая училась в школе, и она мне все время рассказывала, что у них сегодня было там 6 уроков, сегодня 7-8. То есть какое-то запредельное. А откуда? Потому что я лично... Какие-то уроки вы хотите спросить? Откуда вообще столько уроков, столько часов? Нормально ведь у нас больше 6 часов, больше уроков никогда не было. Да нет, были. Да нет, раньше было в 5-7 классе, это было 5 уроков. Да. Дальше в 8-9 классе было 6 часов. В 10-м классе, потом в 11-м классе было где-то 6-7 часов. Ну, наверное, да. 6-7 часов. Все. А сейчас стало больше. Она мне постоянно рассказывала, то есть я не понимаю, откуда такие нагрузки, вообще можно детям такие нагрузки давать? А сейчас вот ребенок, мой сосед, сосед в 7-м классе учится, у них пятидневка по 7 часов в неделю. Ну, скажите, может ребенок научиться чему-нибудь, если он 7 часов должен просидеть в школе? Я не могу понять, о чем думают наши просвещения, образования, там, прочее, прочее. А вы знаете, Борис Ильич, когда я тоже спрашивал, мне среди прочего говорят, что, дескать, какие-то уроки факультативно. Я говорю, а что ты остаешься? А учитель прямо говорит, кто не будет оставаться на 7-8 урок, тот не сдаст ЕГЭ. Тут подходим к нашим любимым баранам. Борис Ильич, ваше мнение? ЕГЭ это... Ну, вы знаете, что я хочу по этому поводу сказать следующее. Когда было введено ЕГЭ в 2004 году, первое ЕГЭ, все учителя дрожали. Вот я вам могу точно сказать, все учителя дрожали. Как-то наши дети пойдут в другую школу, а там ведь изверги сидят, учителя, они их съедят. Я говорю, занимайтесь, решайте с ними, и прочее, прочее, прочее. Все будет нормально. Ну, первый год прошел, второй год прошел, вроде все успокоилось. Ну, теперь ЕГЭ, другая постановка вопроса ЕГЭ. Я не знаю, там биология, как ЕГЭ построена, не могу сказать. Но в математике построена следующим образом. Ну, там есть первая часть, вторая часть. Там еще есть разделение базы. Так, вторая часть, там, значит, есть такие задания, которые сразу оцениваются в 12 баллов. 12 баллов, представляете? Вот. Значит, было совещание одно, высшего состава, по поводу ЕГЭ. И там были ученики, профессора, доктора наук. Значит, мальчик поднимает руку и говорит, товарищ профессор, вот там 18-е задание, теории чисел. Мы в школе это не проходили. Такой тем у нас нет. Могу я решить это? Вот, пожалуйста, у меня пример такой. Вы не смогли бы решить его? Этот доктор наук решал 4 часа. Потом говорит, ну, я не знаю, вроде такой ответ должен быть. Он, этот доктор наук говорит, вроде такой ответ. Он сам не понял, правильно он решил или неправильно. Скажите, может, ученик, решить это, вот это 18-е задание? Нет, конечно. Зачем это задание ввели в школу? Зачем? Теперь есть такое задание еще, задача с параметрами. Это, такие вещи мы рассматриваем только в 17-й школе. Школа с математическим уклоном. В обычных школах это вообще не знают, что это такое задача с параметрами. Могут решать они? Нет, конечно. Спрашивается, зачем дают это задание? Мне, например, непонятно. Может быть, вы объясните? К сожалению, я не вхожу в группу составителей ЕГЭ. Но если бы я входила, то, конечно, я вас поддерживаю. Я полностью согласна, что часть заданий, они, как бы там ни писали в ЕГЭ, о том, что все в рамках школьного курса, в рамках каких-то школьных учебников. Я все время жду, может быть, список выдадут этих учебников, по которым детей учить. Я бы с удовольствием с ними ознакомилась, со всеми этими учебниками, и учила бы исключительно по ним, чтобы дети были готовы к всему. На том же ЕГЭ по биологии, которая с каждым годом все больше напоминает Олимпиаду по биологии. Совершенно. Какой-нибудь там региональный этап. Усложняется в смысле? Усложняется, конечно. Как считается, смотрите, если будет слишком много высокобальников по биологии, то в мединституты будет что? Повально бежать дети, да? А хочется, чтобы в мединституты шли только самые-самые, самые-самых. Вот, и поэтому с каждым годом, конечно, ЕГЭ по биологии становится все сложнее. Даже я за пять лет, что работаю, заметила это усложнение. Потому что я пришла первый год, мне казалось, да нормально, можно подготовить. Вроде как в 18-м году у меня выпускались дети, я такая, хорошо, все, они все сдали, все нормально. Потом в 19-м, такая, что-то как-то посложнее, что ли, как-то странно. В 20-м году, господи, какое ЕГЭ сложное в 20-м году. А это еще дети на карантине, которые учились, им вообще не повезло. Тогда даже на химии поменяли сетку, чтобы баллу усреднить, якобы не было просада. И, конечно, усложняется ЕГЭ. Почему это делается? Потому что дети готовятся к этому ЕГЭ, и они уже к новому уровню сложности, которые в прошлом году были, они уже готовы в этом году. Соответственно, если дать такой же уровень сложности, то дети выдадут более высокие результаты. Поэтому еще немножечко усложняем. Потом опять еще немножечко усложняем. Вот я в этом году уже была в проверке ЕГЭ, в комиссии нашей Тверского региона. И мы там обсуждали задания, обсуждали критерии. Некоторые критерии, ну, просто сделаны так, чтобы в них не попасть. Вот честно. Я проверила 70 работ в одном из заданий и не поставила никому из трех, даже двух баллов. Ни одной работе. Не потому что дети не понимали, что они пишут. Просто они не попадали в критерии. Попасть в критерии очень сложно. Поэтому, да, конечно, хотелось бы... ЕГЭ это и хорошо, и плохо одновременно. То есть ЕГЭ, оно позволяет действительно любому ребенку в любой точке страны сдать экзамен и потом подать документы в несколько вузов с этими результатами ЕГЭ, да, и, соответственно, куда проходит, туда, вот где ему больше нравится, он и идет. Но все-таки хотелось, чтобы ЕГЭ было более похоже на экзамен, а не на лотерею, которой она является сейчас зачастую. Так может вернуть все-таки тогда экзамен, билеты нормальные и так далее? Я не согласна и с этим, потому что если сейчас будут возвращать экзамены по билетам, то это еще лет 10 будет перетрубаться. Как вот ввели, когда ЕГЭ, все были в шоке и очень тяжело к этому привыкали. Я это хорошо помню, потому что я попала в волну первых, кто сдавал ЕГЭ. То есть я была одной из первых, кто сдавал ЕГЭ. И мы помним, что это был... 2004 год. Ну, я в 2007 заканчивала, но тогда в Тверскую обувь же позже пришло. 2004 год это были вот первый регион Косноярск, они вот... Зачем это? У нас было, я... Ну, не все школы, и тогда это было по желанию. Я же сдавала ЕГЭ только потому, что я поступала в ВУЗ. Ну, вот я рассказываю свою ситуацию. У нас не все в школах сдавали ЕГЭ. У нас кто не шел в ВУЗ, те не сдавали ЕГЭ. А кто собирался подавать документы в ВУЗ... Что загадочное. Ну, видите. Вот, я считаю вообще вот так и правильнее. Кто собирается в ВУЗ поступать, пусть ЕГЭ сдают. Кто не собирается, тот пусть внутренний экзамен в школе сдаст, получит аттестат и идет в какое-то среднее учебное заведение, куда ЕГЭ не нужно. Дело в том, что если человек... Отменять ЕГЭ, это получится опять перетрубаться на 10 лет, и неизвестно будет, к чему теперь опять готовить, как детей опять готовить. Это будет очень большой стресс для ребенка, который попадет под первую волну, то есть первые несколько лет. Это будет опять большой стресс для учителя, нужно будет перестраивать себя и всю свою работу. Поэтому просто так отменить ЕГЭ, ну, это плохая идея. Я просто опять-таки из опыта общения и со школьниками, и с родителями, у меня вот впечатление как раз, что действительно образование, об обучении, особенно в последнем году, забыто. Все сводится только к натаскиваем ЕГЭ. Вот это... Они мне так рассказывают, это я к чему? Это я не сам придумал. Они мне вот так говорят, что у нас натаскивают, нас не учат нормальным знаниям, не дают, мы только вот думаем, как сдать ЕГЭ весь этот год, только о ЕГЭ все мысли. Я понимаю, почему такая позиция, потому что в первую очередь идет это и из семьи. Я вот знаю несколько таких ситуаций, вот когда ребенок говорит, я буду поступать в институт Н, на специальность Н, да, а ему родители говорят, а ты сдай еще вот этот, этот и этот ЕГЭ, а еще вот этот на всякий пожарный. Ребенок говорит, зачем мне сдавать 7 ЕГЭ? Мне нужно для поступления 3, русский, математика, ну и, например, биология. Совершенно верно. А вот зачем я должен сдавать географию, общество знаний и еще несколько предметов, мне они не нужны. Родители говорят, а вдруг ты не сдашь биологию? Биология же сложный предмет для сдачи ЕГЭ, но это действительно так. А вдруг ты вот не сдашь, вот или у тебя будет мало баллов по этому предмету, тогда ты попробуешь вот сюда поступить. И ребенок идет и сдает 7 экзаменов, у него стресс целый год, он думает только об этих экзаменах, соответственно, он в семью несет все свои переживания. И он, естественно, будет говорить только про ЕГЭ и дома, и везде, потому что для него это вот самый ближайший стресс, который ему предстоит, самый первый, самый страшный, наверное, в жизни. И поэтому в семье складывается впечатление, что идет только подготовка к ЕГЭ, потому что сами ребенка в это ЕГЭ вот часто и пропихивают. У меня даже была, ну, когда я заканчивала школу, такая ситуация, что мама пыталась мне предложить еще несколько вариантов ЕГЭ, чтобы я там поступила куда-нибудь, а то вдруг сюда не поступишь. Но я тогда смогла проявить характер и сказать, что нет, мама, я буду послать туда, куда я хочу. Если я туда не поступлю, я пойду в ПТУ. Я прям так сказала родителям. Сейчас дети, может быть, боятся, так сказать, я не знаю. Может быть, переживают, может быть, они сами в себе не уверены. То есть нужно как-то развивать уверенность в детях, говорить, что твоя мечта, она важнее, чем страх родителей перед ЕГЭ. Вот так я бы сказала. Поэтому я обычно с детьми работаю именно на то, что ты должен сам выбрать, что ты хочешь, и стремиться к своей цели, а не слушать кого-то там, учителя, родителей еще. Учители, родители могут тебе подсказать, направить, помочь, да, реализоваться, но за тебя решать никто не должен. А получается, что вот сдают 8 ЕГЭ, все, естественно, сдают очень плохо, средне, потому что можно ко всем ЕГЭ подготовиться. Нужно как-то... А я не знаю, зачем все ЕГЭ-то сдавать, дают 3 экзамена или 3 экзамена. Я тоже не понимаю, зачем так происходит. Борис Ильич, а вот была бы ваша воля, вы бы отменили ЕГЭ? Вот ваша воля. То есть вы бы упростили, во-первых? Ну, нет, не упростили, я бы не упростили, я бы не упростил бы их. Но дело в том, что как можно давать задания по ЕГЭ, если эта тема не проходит в школе? Вообще не проходит. Ну, как можно? Знаете, настаивают о том, что проходится. Просто в той же... Я буду про биологию говорить, потому что мне близко. В общем, смотрите, проходится в каком-то учебнике, в каком-то профильном классе, где-нибудь в Москве, в медклассе, где 10 уроков в биологии в неделю. И если там вот эту тему хотя бы в трех словах обсудили, то они уже могут ставить это в ЕГЭ и сказать, это вы в школе проходили. Очень странная логика. Это логика какая-то странная, действительно. Наш эфир подошел к концу, извините. Спасибо большое, уважаемые гости. Из ваших слов я понял, что у ЕГЭ не такая же плохая штука. Еще я понял, что школьники все-таки стали менее дисциплинированные. А еще, что родители тоже пеняют на качество образования, а сами перегружают школьника, запихав всевозможные секции. А потом еще удивляются, почему у него нет сил, чтобы делать уроки. А еще, да, как вот в конце беседы выясняют, что когда хотят, чтобы ребенок сдал кучу ЕГЭ, а потом удивляются тоже, откуда у него стресс вообще и усталость. Поэтому родители, вы уж тоже, как говорится, думайте в следующий раз, что делать, чтобы не перегрузить ребенка как секциями, так и учебой. Отдыхать нужно. Да, отдыхать нужно. Спасибо большое, уважаемые гости. Это была программа «Тема дня». До новых встреч.